Всем привет! Меня зовут Даша, я занимаюсь виза-студии зебра и ансамбле танца Шоколад. Я хочу вам рассказать немножко про своего питомца Сомика. Его зовут Сомсомыч и он у нас уже живет в 10-й год. Хотите интересный факт? Аквариумные рыбки живут около 8 лет. Несмотря на то, что он не умеет делать ничего особенного, мы все равно его очень-очень любим. А я передаю свою кота-пес эстафету следующему участнику. Привет! Я принимаю кота-пес эстафету. Ведь даже почтальон Печкин говорил, приходишь домой, а зверушка тебе радуется. Это хорошо. К сожалению, это недоступно, когда ты аллергик. Но я нашла выход. У меня дома живут два вот таких вот замечательных неразлучника. У них есть свой домик, он очень симпатичный. Они неприхотливы и, в принципе, им кроме друг друга никто не нужен. Иногда ко мне в гости заглядывает маленькая бандитка. Йоркширской наружности. Зовут ее Тирамису. Разъяренный хышник. Как мы лося завалили. Еще на моем окне живут маленькие нежные пушистики. Кто-то из них уже совсем большой и радует меня новыми весенними цветами. Кто-то еще совсем маленький или стесняется. Но у них все получится. А я передаю коту-пес эстафету дальше. Добрый день, дорогие друзья. Я вам хочу представить свою кошечку. Ее зовут Сонечка. Вот такая она у меня замечательная. Она очень любит музыку. Любит, когда звучит живая музыка, когда играют на разных музыкальных инструментах. Она с удовольствием слушает. Сонечка иногда играет на центре. Вот на вот этом музыкальном инструменте. Может быть и сегодня сыграет. Сонечка, сыграешь? А, Сонечка? Сыграешь? Пойдешь сюда? Наверное, Сонечке сегодня нет вдохновения. Ну, значит, наша эстафета котопес идет дальше. И Сонечка тоже куда-то пошла. Привет, меня зовут Эля. А меня Полина. Мы учимся в студии Зебра, а это наш котик Пошин. Мы нашли его на улице зимой и принесли домой. С тех пор он живет у нас. Он любит сидеть на окошке и смотреть на улицу. А еще иногда он прыгает по дверям и точит об них когти. Еще он любит сидеть на коленях. Вот так вот. Мы его очень любим. Он очень пушистый. Он любит играть с мячиками. Да. Все, передаем котопесу эстафету следующему участнику. Вечер добрый, дорогие друзья. Я с удовольствием принимаю эстафету котопес флешмоба Дворца культуры Химволокно. У нас в доме два питомца. Один вот такой наш интерьерчик, это ночка, которая живет у нас в Года собаки и ее попросил на подарок на Новый Год сын Захар. И попугай Чипка, который живет у нас уже более пяти лет. Что в них достопримечательного? Мне очень нравится, как наш попугай утрами, особенно вот сейчас, когда дни стали подлиннее, чирикает на всю квартиру и своим пением дарит нам новое рождение, нового дня. Наша ночка наверное, самый счастливый вот в эти дни член семьи, потому что с ней никогда не было так много дома народу, постоянно, круглые сутки. Я уходила на работу, сын уходил в школу, и ночка нас добросовестно ждала. Теперь же она вот у нас с нами дома, мы с ней играем, она нам не дает покоя вот со своими игрушечками, мы с ней вот так вот занимаемся, перекидываем этих игрушек. Вот так и коротаем эти дни. Всего доброго!